Сразу несколько жителей посёлка из-за паводка оказались отрезанными вон на той косе. Вот такой сценарий сегодня отрабатывают сотрудники МЧС. Скажите, какой план? Основная задача — собрать пострадавших, перевести их в безопасное место. На лёгкой моторке из ПВХ, а такие чаще всего используют во время паводков, спасатели буквально за минуты допрыгивают по воде до предполагаемого потерпевшего. Дают жилет и проверяют, есть ли шок или ранение. Не займёшься, не намочил ноги? Нет, нет, всё хорошо. Легенда с наводнением досталась краевому подразделению МЧС в рамках всероссийских учений. Сегодня акции по гражданской обороне проходят по всей стране, но каждый регион отрабатывает свою модель ЧП, в том числе оказание первой помощи. Если человек в воде был, холодно, мокрая одежда, мы снимаем одежду с него или нет? Если везти далеко и есть сухая одежда, то, конечно, переодеваем. Если нет, то оставляем в этой одежде, даём горячее питьё, как-нибудь укрываем его. 70 человек личного состава и более 28 единиц техники. Работа с паводком комплексная. Поэтому в водных учениях задействованы все. Подразделения МЧС, краевые спасатели, водолазы, поисковики, инженеры, добровольцы Общероссийского народного фронта. И даже четвероногий талисман отряда Терьер Мила. На вопрос, почему водные учения идут в октябре, начальство отвечает, трагедии нельзя предсказать. Зимой это провалы под лёд, осень и весна паводки, а вот техногенные катастрофы не имеют сезонности. Кто мог ожидать ситуацию, чрезвычайно связанную с прорывом дамбы в Курагинском районе? Ну, октябрь, уже забереги все во льду были. И ведь мы столкнулись с этой проблемой. И подразделения МЧС России и краевого учреждения спасатель, они в буквальном смысле по пояс, по грудь в воде работали. Любые практические мероприятия раскрывают нам те или иные ошибки. Недочеты. Для этого всё и предусмотрено. Прекрасное изобретение для российских дорог, а главное бездорожье. На базе танка Т-55 создано это инженерно-техническое устройство, оно предназначено не только для выравнивания дороги, расчистки, но и наоборот для создания земельных специальных окопов. Этот грейдер идёт в том месте, где не может пройти другая техника. Также наверху есть специальный захватыватель, он помогает расчищать дорогу, например, от крупных брёвен или обломков. В таком экипаже один направляет, другой управляет. По принципу танка внутри ограниченный обзор и никакой тебе камеры заднего вида. Такая гусеничная машина разграждения, как и другая спецтехника МЧС, большую часть года стоит в готовности, поэтому её необходимо оживлять и выгуливать минимум дважды в год. Финал сегодняшних учений – возведение дамбы, в том числе вручную. Мешки с песчаногравийной смесью должны сдержать воображаемую воду, чтобы в следующий раз уже в реальном месте ЧП план сработал без заминок. Анастасия Цыганова, Вячеслав Казаков. Новости Прима.